День за днём При выборе президента явка высокая, нарушений не зафиксировано. Расскажем хронику голосования. Якутия выбирает будущее. В республике открыты 811 участков для голосования на выборах. Явка первого дня превысила отметку в 41%. Прозрачно и легитимно за ходом голосования следит действующий центр общественного наблюдения. В работе задействованы порядка 2000 наблюдателей. Повлиять на качество жизни всех якутян. Глава республики подписал указ о развитии арктической зоны и экологическом благополучии. 35 тысяч километров и 550 факелоносцев. Факел эстафеты огня восьмых международных игр «Дети Асии» посетит все 36 районов республики. Более трети избирателей приняли участие в выборах президента России в первый день голосования. Серьезных нарушений не выявили ни избирательные комиссии, ни наблюдатели. Явка на 10 вечера по московскому вечеру времени пятницы составила 36,09%. Причем в нескольких регионах она уже превысила 50%. А в дистанционном и электронном голосовании участвовали две трети зарегистрировавшихся избирателей. В Центр избирком Якутии озвучили данные по первому дню голосования на выборах президента Российской Федерации. Явка составила 41,12%. По информации Центр избирком Якутии, по состоянию на 1 января этого года в регионе зарегистрировано 638 429 избирателей. ЦИК Российской Федерации допустил к участию в выборах четырех кандидатов. Действующего главу государства Владимира Путина, который идет как самовыдвиженец. Представителя КПРФ Николая Харитонова, Леонида Слуцкого от ЛДПР и Владислава Дованкова из партии «Новые люди». Кандидат в президент Российской Федерации, действующий глава государства Владимир Путин в формате онлайн проголосовал на президентских выборах. Как видно на опубликованных кадрах, он прошел за компьютером в рабочем кабинете, сделал свой выбор, после чего улыбнулся и помахал в камеру. На экране отобразилось уведомление «Спасибо, вы успешно проголосовали». Он уже не раз пользовался таким способом волеизъявления. Последние несколько лет Путин дистанционно принимает участие в осеннем едином дне голосования. При этом на президентских выборах онлайн-голосование используется впервые. Оно доступно примерно в трети регионов страны. Определить судьбу страны на многие годы вперед. Глава Якутии проголосовал в первый день выборов президента Российской Федерации. По его словам, принимать участие в выборах необходимо, так как каждый гражданин страны выражает свое отношение к действующей политике, а также влияет на развитие и республики, и государства. Отмечу, глава региона проголосовал на избирательном участке номер 779, который расположен в здании школы номер 33 в Якутске. Выборы президента страны – это главные выборы нашей страны. И они, конечно, определяют судьбу нашей страны на многие годы вперед. И, конечно, в сегодняшней ситуации я считаю, что обязательно нужно проголосовать, показать свое отношение к действующей политике, проголосовать за сильную, развивающуюся, стабильно идущую вперед и республику Саха-Якутия, и нашу великую страну Российскую Федерацию. В первый день голосования по всей республике сделали свой выбор, по данным ЦИК, порядка 260 тысяч человек. С некоторыми из них из избирателей пообщалась и наша съемочная группа. Голосование на выборах всегда немного волнительный и очень ответственный момент. Вдвойне таковым он становится, если голосуешь впервые. Сегодня свой первый важный выбор в жизни сделал 11-классник Архан Чехардон. Он признается, что это интересный опыт и, самое главное, возможность стать частью политической жизни страны. Безусловно, как каждый, кто голосует, я надеюсь на все самое лучшее для своего государства, для своей Родины. И поэтому я понимаю, что каждый голос важен, что каждый голос – это собственный вес в большой и необъятной России. И я к этому пришел очень ответственно, анализировал все за, все против и сделал свой выбор. Особое место отвели золотым избирателям. Фёкле Егоровой 97 лет. Она родила и воспитала десятерых детей и работала учителем математики и физики. Как признается сама Фёкла Егорова, она всегда с нетерпением ждет выборов, так как раньше занималась их организацией. Теперь для нее день выборов – самый настоящий праздник. Дорогие якутяне, сегодня выборы президента России. Я уже голосовала и вас всех призываю голосовать, как один человек. Но любой праздник, как известно, дело семейное. А вот и на выборы приходят семьями. Яркий пример – Васильевы, которые проголосовали на одном из участков столицы республики. Как рассказал глава семейства, дети они взяли с собой, чтобы с малых лет привить чувство ответственности и необходимости участия в выборах. Каждая семья, любая семья должна быть ответственна за страну, за светлое будущее своих детей. Мы считаем своим долгом участвовать в выборах. Должны быть выбрать достойных людей, лидеров, чтобы наша жизнь была еще благополучней. Ну а первый день выборов в Амгиинском районе отличился необычным флешмобом. Избиратели приходили на участки в национальных костюмах. Мы направили призыв нашим землякам, чтобы все пришли на выборы в национальных костюмах. И сегодня отрадно видеть, что все приняли наш призыв и все приходили с таким настроением и все в национальных костюмах. Избирательные участки, все три дня голосования 15, 16 и 17 марта будут работать с 8 утра до 8 вечера. Всего подобных участков по всей республике 811. Поэтому каждый якутианин может подойти в любой удобный избирательный участок, воспользоваться своим избирательным правом и отдать голос за будущее большой страны. Петр Васильев, Семен Семенов, Якутск. Постояльцы Ленского дома-интерната для престарелых тоже приняли участие в голосовании. Не всегда в числе первых избирателей участковая комиссия выезжает в учреждения. С ними направилась и наша съемочная группа. Пятница в доме-интернате для престарелых выдалась оживленной. С самого утра постояльцы ждали членов избирательной комиссии на диванчиках в холле, держа в руках документ, удостоверяющий личность. Наши проживающие с удовольствием это делают, изъявляют свою волю и заявление. Все в полном составе всегда голосуют, даже те, кто маломобильные. Они все равно хотят все проголосовать и проявить свою гражданскую позицию. Голосование проводилось в столовой интерната. Около входа образовалась очередь. Запомнить необходимые документы помогали избирателям сотрудники учреждения. Ну а галочки, конечно же, каждый ставил сам. Многие не раздумывали, делали свой выбор уверенно. Георгий Слепченко проголосовал одним из первых. Хорошо, что к нам еще приезжают предварительную компанию, чтобы мы могли на месте проголосовать, на месте, которым невозможно было поехать на уборы, на участки. Тут удобнее, все на месте проголосовали. Все довольны, на трене, все вводили. Сегодня в доме-интернате для престарелых и инвалидов проживает 30 человек. И все они выполнили свой гражданский долг. Несмотря на то, что многие колясочники и передвигаются с трудом. Вот даже эта бабуля, ей 96 лет, она самостоятельно прочла и подписала заявление, а после поставила галочку в бюллетене. Члены избирательной комиссии рассказали, что постояльцы дома-интерната всегда активно голосуют на выборах. Активно очень голосуют. Персонал помогает им оформлять документы. Очень много людей, которые не могут передвигаться, но тем не менее они обязательно отдают свой голос. Пожилые люди, проживающие в интернате, восприняли происходящее как праздник, который после голосования не закончился. Администрация учреждения организовала для них развлекательную программу и чаепития. Светлана Балеева, Видалий Андреев, Ленцик. В первый день голосования на выборах мирненцы образовали очереди на участках. В 8 утра для голосования в Мирненском районе заработали 33 участка. Как прошел первый день голосования в Алмазной столице, смотрите далее. В первый день голосования в городе Мирный было очень многолюдно. Такого ажиотажа на участках Мирного не наблюдалось давно. Чтобы попасть в зал для голосования, некоторым пришлось отстоять серьезную очередь. Это гражданская позиция каждого человека, россиянина, я так считаю. Каждый. Вот как-то должен повлиять на свою жизнь, а не осуществляться. Потому что нам нужно подряд. В зал скидок каждого человека будет проголосовать за будущее России. Всего в Мирненском районе дни голосования будут работать 33 избирательных участка, из которых один временный на Среднеботубинском месторождении. У нас на сегодня 52 513 избирателей. Из них досрочным голосованием охвачено 1393. На досрочное голосование у нас выезжало 5 комиссий. Были охвачены как вахтовые работники, так и работники гидрологических постов. Блюдами разных народов угощали мирненцев в первый день голосования. Сегодня во всех избирательных участках Алмазной столицы общественное движение «Мирненская ассамблея народов» организовало фестиваль национальной кухни «Вкусный, дружный, мирный». Сегодня действительно для всех нас очень значимый и знаменательный день. Сегодня день выборов президента России. И с 15 по 17 числа Ассамблея народов у нас 22 общины в городе мирном. И будут угощать наших избирателей своими национальными блюдами. Параллельно с выборами президента Российской Федерации на участках идет голосование за благоустройство города в рамках программы формирования комфортной городской среды. Таким образом, каждый пришедший житель Алмазной столицы смог проголосовать за тот или иной проект, который участвует в голосовании. Анна Васильева, Мирный. В Якутии тем временем проходит второй день голосования на выборах президента Российской Федерации. Ровно в 8 утра по якутскому времени приступили к работе все избирательные комиссии по республике. С учетом разницы часовых ПСО в шести районах региона, 42 избирательных участка открылись в 6 утра по якутскому времени. Это Абыйский, Алаховский, Верхнеколымский, Момский, Нежнеколымский и Среднеколымский. Через час Верхоянский, Амиконский и Усьянский. Во всех избирательных участках за ходом выборов следят наблюдатели, назначенные кандидатами и общественной палатой. Ну а тем временем до закрытия избирательных участков остается менее двух часов. Последние актуальные данные по явке готова рассказать моя коллега Вероника Таюрская. Она на прямой связи со студией. Вероника, приветствую. Ждем от тебя подробностей. Приветствую, Петр. Голосование продолжается. На некоторых избирательных участках даже наблюдается скопление людей. В настоящее время Якутия находится на пятом месте по всему Дальнему Восточному федеральному округу. Ну а актуальные данные на этот час расскажет Александр Власов, заместитель председателя Центра избиркома Якутии. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про актуальные данные на... На данное время. Спасибо. Ну, нужно сказать, что наши избиратели активные. 52,27% наших избирателей пришли. Ну, по-прежнему у нас лидерами являются те же районы, которые в прошлый раз мы называли. Это Оленёкский, Аннабарский, где за 80% пришли. Ну и почти 70% у нас пришли в Горном, Абыйском, Сунтарском районе. Ну и удивительно, и, наверное, приятно и радостно, что в Мирненском районе пришло тоже почти 65% наших избирателей. Большой процент у нас и в Ленском, Нерингринском районе, ну, несколько меньше в Верхнеколнымском, Алданском и городе Якутске. А с каким настроением вообще приходят голосовать наше население? Ну, нужно сказать, что сами наши участковые избирательные комиссии очень серьёзно подготовились к проведению выборной кампании. Ну, если посмотреть на нашем сайте, вы увидите, в каких красивых разнообразных костюмах и как подготовились участковые избирательные комиссии, что действительно это радостно и приятно. И наши многие избиратели тоже приходят либо в национальных костюмах, либо очень нарядными, в большинстве своём с очень хорошим настроением. Поэтому радостно и приятно проходит выборная кампания. Как вообще идёт голосование в Дальневосточном федеральном округе? Ну, нужно сказать, что оно идёт неплохо. В целом, на Дальнем Востоке сейчас проголосовало 48,5%, но это несколько ниже, чем по республике Саха и Якутии. Но лидерами является Чукотский автономный округ, где пришло больше 73%. Это северный избирательный округ, и он сравним вот с нашими северными районами. У нас действительно, северные наши районы показывают результаты даже выше, чем на Чукотке. В целом, готовность сегодня выборной кампании по Дальнему Востоку очень высокой. И вот этот процент говорит о высокой активности. Но мы надеемся, что если не сегодня, то завтра наши избиратели придут и будут активно голосовать. И мне бы сейчас хотелось сказать о том, что осуществляется у нас видеонаблюдение и видеофиксация во всех избирательных комиссиях. Работают наблюдатели, представляющие общественную палату, те партии, которые участвуют в выборной кампании, и тех кандидатов, которые также участвуют в этой выборной кампании. А софиксированы ли вообще какие-нибудь нарушения на избирательных участках в Якутии? Ну, нужно сказать, что жалоб на данный момент на нарушение законодательства при выборах не поступило. Спасибо. Как и говорится, еще не вечер. Голосование продлится еще несколько часов в зависимости от районов. А также весь завтрашний день. Петр? Ну да, Вероника, действительно, итоги пока подводить рано, как ты сказала, впереди еще как минимум целый день. Вот мы уже рассказывали об активности избирателей. А есть ли особо отличившиеся якутяне? Да, действительно, такие есть. Например, в Мегино-Кангаласском районе проголосовала 100-летняя жительница Лена Пермякова. Она занесена в Книгу рекордов Якутии. Тем самым она стала самым, скажем так, возрастным избирателем. Кроме этого, продолжается голосование и в национальных костюмах, а также и когда встречают члены избирательной комиссии в национальных костюмах. Так, например, в селе Сайлык Устьянского района члены избирательной комиссии встречали в эвенских нарядах своих избирателей. Продолжается тенденция и голосования после ЗАГСа. Так, например, сегодня в 26-й школе проголосовала пара, которая заключила сегодня брак. Также в 24-й школе пришел голосовать сам Нюргун Батур. Ну а актуальные данные смотрите на нашем телеканале. Петр, у меня все. Вероника, ну я уверен, что третий день выборов в Якутии пройдет в таком же духе. Напомню, на прямой связи со студией была моя коллега Вероника Таюрская. Тенденция креативного голосования актуальна в целом для всей страны. В нескольких регионах нашей большой страны избиратели творчески подошли к голосованию на выборах президента и посетили участки в национальных нарядах и костюмах, олицетворяющих символы России. Например, в Югорске местный житель пришел исполнить гражданский долг в костюме чебурашки, а заодно угостил посетителей участка апельсинами. Отличилась и Бурятия. Там было замечено сразу несколько избирателей, которые превратили выборы в праздник. Так на разных участках побывали белый медведь и кабан. В Тюмени проголосовали за президента пришла Барби, но Кена с ней почему-то не было. Из самого необычного в Волоколамске заметили дракона, в Забайкалье бобробелку, а в Калуге местного маскота Министерства экологии Хахулю. Ну а по-настоящему историческим первый день выборов оказался в Забайкалье. Там избирательные участки посетили и Петр Первый, и Александр Невский. Жители Якутии ответственно относятся к проведению голосования и всегда стараются посещать избирательные участки. Вот, например, и оленеводы из Анабарского района накануне приезжали голосовать верхом на оленях. Оленеводы муниципального унитарного предприятия имени Героя труда Элии Спиридонова во главе с директором Романом Туприным приехали из оленеводческих стад на избирательный участок номер 61 поселка Юрин-Хаян, чтобы проголосовать. Понимая важность и значимость участия в выборах, они показали настоящий пример портретизма и любви к своей родине. Жители Якутии тем временем подходят к голосованию на выборах президента с особым креативом. Зачастую многие из них берут на участки не только паспорт, но и облачаются в национальную одежду. Вот, например, артист Олег Беляев воспользовался своим избирательным правом, переодевшись в костюм Нергуна Ботура. Отмечу, что это герой фольклорного произведения, который символизирует борца за прекрасное будущее. Много ролей играл. Например, у нас сейчас садская невеста будет, я там играл, Памелия. Я еще в опере Нюргумбатор, я еще играл Юрин-Булана. Почему я в образе Нюргумбатора, это наш якутский герой, и надо сплочиться и делать правильный выбор. Совместить две значимые даты решились молодожены Светланы и Валерия Андреевы. Сегодня, во второй день голосования, они заключили брак и сразу после ЗАГСа отправились голосовать на выборы президента России в избирательный участок номер 26 в одноименной столичной школе. Пара отмечает, что своим голосом они определили и будущее государства, и свою дальнейшую счастливую жизнь. Мы до этого еще не в курсе были, какого числа у нас выбора будет. Мы просто решили выбрать 16 марта и все. Мы подавали через госуслуги заявление, и вот так у нас все совпало день в день. И вот сразу после ЗАГСа побежали сюда. Необычные, волнительные, но, что могу сказать, необычные. В Молданском районе на 15 часов проголосовали 44,93% граждан. Как проходят выборы, смотрите в сюжете наших корреспондентов. Избирательный участок номер 18 – единственный в поселке Верхний Куранах. По списку здесь 316 человек. Это жители пяти улиц поселка и граждане, работающие вахтовым методом. Особую сознательность проявляют впервые голосующие. А всего в первый день выборов в бюллетене заполнили порядка трети избирателей. Проявляют себя активно, идут. Не спеша, конечно, толпы нет, но будем надеяться, что все будет очень хорошо. За первый день у нас вчера проголосовало 72 человека. Это примерно около 30%. Избирательный участок номер 21 – поселка Нижний Куранах – является одним из наиболее многочисленных. К нему прикреплены свыше 2000 человек, в том числе приезжие рабочие. По данным на 11 часов второго дня голосования, свой выбор сделали порядка 50% граждан. Организован подвоз работников, полюсом, в частности, по времени. То есть не создаются столпотворения, а вот по времени подходят, подъезжают люди, спокойно голосуют. Есть очень много с семьями приходят, с ребятишками. Вчера особенно, еще тепло на улице. С детьми все идут, все голосуют. Голосовать нужно обязательно, убеждена жительница Нижнего Куранаха Ирина Шантыка. Она пришла на участок после работы. А некоторые члены семьи Ирины проголосовали еще вчера. У меня ребенку в этом году исполнилось 18 лет, вот буквально 7 марта. Он у меня с удовольствием сходил, проголосовал. Первым делом. Лучший отдых – это творчество. Так считают члены избирательной комиссии номер 20 Нижнего Куранаха. В импровизированной мастерской в перерывах сотрудники изготавливают из воздушных шариков цветочные букеты и игрушки. Такие подарки в дни голосования ожидают именинников и детишек, которые приходят на выборы с родителями. Такие символические призы в виде цветочков. Вот можете посмотреть, на окнах у нас стоят. Это наши члены участковой комиссии сами своими руками в перерывах делают. К участку номер 20 прикреплены более тысячи граждан. Это жители поселка и люди, в настоящее время получающие лечение в больнице Нижнего Куранаха. Им также будет предоставлена возможность заполнить бюллетени. Мы выезжаем туда. Каждый граждан Российской Федерации имеет право проголосовать. Даже несмотря на то, что он находится в больнице и не имеет возможности выехать на свой участок. Избирательное право обеспечивается и маломобильным гражданам. Они голосуют на дому. Члены комиссии отмечают достаточно высокую активность избирателей. Атмосфера на участках оптимистичная. Голосование проходит организованно. Вместе мы сила голосуем за Россию! Ура! Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин. Алданский район. Далее поговорим о ходе голосования в Нерюнгринском районе. На прямой связи со студией находится мой коллега Иван Лазаренко. Ваня, вновь приветствую. Какие данные озвучивают специалисты? Петр, здравствуй еще раз. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Действительно, наша съемочная группа продолжает следить за ходом выборов в Нерюнгринском районе. И на этот раз мы находимся в здании Южно-Якутского технологического колледжа, где расположились два избирательных участка. А напомню, всего их по району целых 37. И с ходом выборов на этом участке мы сегодня поговорим с председателем участковой избирательной комиссии номер 360 Чекмарева Алена. Алена Валерьевна, здравствуйте. Ну, расскажите, пожалуйста, как проходят выборы здесь у вас? Как голосуют жители, скажем так, подведомственной вам территории? Ну и в целом, как день сегодняшний прошел и день вчерашний? Добрый день. Да, я считаю, что действительно очень важное событие для нашей великой страны проходит в эти три мартовских дня. Это понимают не только организаторы данного мероприятия, но и также наши избиратели, граждане Российской Федерации, которые показывают свое неравнодушие к будущему России. О чем говорит явка на всех избирательных участках? Ну, я, можно сказать, за свой избирательный участок. 15 марта явка на нашем участке 360 составила более 35%, чему мы очень довольны. На данный момент, на окончании практически второго дня голосования, более 50%. И мы уверены, что завтра мы тоже дадим хороший процент. Это видно по нашим избирателям. Еще хотелось бы отметить, что немалое значение внесла деятельность ИнформУИК. Наши обходчики донесли необходимую информацию о выборах президента Российской Федерации. Также на наших участках, на всех участках были организованы подарки для впервые голосующих молодых избирателей. Музыкальные и творческие номера, подготовленные студентами нашего колледжа. Ну и, конечно, мероприятия, посвященные замечательному празднику Масленицы, что способствовало хорошему настроению избирателей и создавало праздничную атмосферу. Ну что ж, будем надеяться, что ваши оправдания, ваши надежды, вернее, оправдаются. И явка действительно будет большой, потому что действительно Нерюнгринский район переживает очень невиданную, скажем так, избирательную активность именно на этих выборах. До закрытия участков сегодня осталось чуть более полутора часов. Поэтому мы призываем всех жителей, как Нерюнгринского района, так и жителей всей нашей республики, завтра обязательно подойти на свой избирательный участок, если вы этого еще не сделали, проявить свою активную гражданскую позицию и воспользоваться конституционным правом отдать свой голос за кандидата в президенты Российской Федерации. Петр, на этом я пока прощаюсь. Свежая информация по мере ее поступления будет обязательно озвучена. Маня, ну а мы в свою очередь будем ждать от тебя и наших коллег другой свежей информации. Напомню, на прямой связи со студией был мой коллега Иван Лазаренко. Ну а тем временем жители Якутска следят за ходом голосования на выборах президента России в Центре общественного наблюдения. Тут обустроены рабочие места, включены камеры, которые в режиме реального времени показывают, как проходят выборы на 282 избирательных участках, в том числе в районах. Напомню, Центр общественного наблюдения расположился в столичном доме профсоюзов. За вчерашний день его посетили порядка 100 человек. У нас были студенты, мы провели для них занятия буквально, были лекции. Студенты, народ молодой, и некоторые нюансы, может, по ней не знают, системы избирательные, поэтому было им очень интересно. Кроме того, у нас есть волонтеры, студенты, практиканты, которые находятся за нашими ноутбуками, сами учатся. И учат наших, допустим, посетителей. Кроме того, у нас был вчера хороший концерт. Студенты АГИКи, которые были на СВО, уже не успели приехать как раз к этому времени, и показывали свои выступления, концерт нашим здесь посетителям. Ровно в 20 часов закрываются избирательные участки, а значит и первые урны для голосования опечатываются сразу же после закрытия. После завершения происходит оглашение результатов первого дня председателем комиссии о количестве проголосовавших избирателей. После чего идет сбор журналов от членов комиссии, непосредственно сама выемка бюллетеней. Следом происходит их запечатывание в сейф-пакеты, после чего все бюллетени отправляются на хранение в сейфы. Так как голосование длится не один день, а с пятницы по воскресенье, то сейф-пакеты хранятся под замком до окончания всего периода выборов. Когда закрываемся, начинаем выемку бюллетеней из стационарного ященка для дальнейшего передачи сохранения сейф-пакет, но без подсчета, но сохранением таинств. Вот вы увидите, что члены УИК аккуратно стараются сохранить бюллетеней, но, как говорится, закрывать, чтобы тайное голосование оставалось при этом. Перейдем к другим темам. Президент России Владимир Путин и глава Якутии Айсен Николаев на встрече в режиме видеоконференц-связи обсудили предстоящий визит главы государства в республику, а также актуальные вопросы социально-экономического развития региона. По словам Николаева, за два месяца этого года промышленный рост в Якутии составил 13,5%. Регион сохраняет лидирующие позиции по добыче полезных ископаемых. Также глава региона отметил высокую инвестиционную активность в республике, а среди основных достижений назвал демографические показатели. В минувшем году численность населения республики превысила 1 миллион. Обозначение наиболее важных объектов для развития Якутии позволит сделать обсуждение указанных проблем во время поездки в регион предметным и результативным, уточнил Путин. Что вы думаете, сказали о этих проблемах, которые являются для республики наиболее актуальными, давайте мы так сделаем. В долгий ящик откладывать, конечно, не будем, но вы со своей стороны, а я попрошу коллег из правительства, чтобы все вопросы, о которых вы сейчас сказали, о которых мы сейчас обсуждали, они были проработаны, ну и не откладывая в долгий ящик, чтобы наша встреча уже в республике состоялась. О том, как организована поддержка участников специальной военной операции в Якутии, президенту России Владимиру Путину доложил глава региона Айсен Николаев также во время встречи в режиме видеоконференции. Глава государства обратил особое внимание на поддержку семей военнослужащих. На сегодня в республике действует 41 региональная и муниципальная мера поддержки. На эти меры поддержки семей военнослужащих, по словам Николаева, республика направила 4,2 миллиарда рублей. Владимир Путин поблагодарил Айсена Николаева за поддержку бойцов, которые на линии боевого соприкосновения на фронте выполняют свои задачи перед Родиной. Во-первых, спасибо вам за поддержку ребят ваших, которые на линии соприкосновения на фронте выполняют свои задачи перед Родиной. Воюют они действительно круто, героически. Сильные мужчины, сильные ребята. И о семьях не забывайте ни в коем случае. Я знаю, что вы все это делаете, занимаетесь этим и прошу вас продолжить. Главным акцентом двусторонней встречи главы с президентом, безусловно, является обсуждение вопросов будущего Якутии, которое в ближайшее время будет продолжено в вочном режиме во время визита Путина в республику. Уже ясно, что поднятый на встречу вопрос дополнительного финансирования получит максимальную поддержку главы государства. Якутия – лидер по объемам расселения из аварийного жилья в России. Аварийное жилье как у вас двигается? Вот по аварийному жилью, Владимир Владимирович, у нас это наша самая такая серьезная проблема. Мы больше всех вторые в стране по количеству жилья, которое мы построили взамен аварийного. 715 тысяч квадратных метров построено по нацпроекту. Нам еще осталось построить порядка 300 тысяч квадратных метров. 40 тысяч людей мы переселили, еще 20 тысяч осталось переселить. Глава Якутии Айсен Николаев своим указом определил меры, которые позволят к 2030 году повысить качество жизни и показатели социально-экономического развития арктической зоны региона не ниже среднероссийских. Они касаются решения вопросов занятости, досуга, связи, транспортной доступности, а также обновления социальной инфраструктуры. В своем указе глава региона определил три приоритетных направления к государственной политике в арктической зоне. Кроме роста качества жизни населения, к ним отнесены модернизация социальной инфраструктуры и создание комфортного пространства для закрепления населения, а также прирост инвестиций в основной капитал не менее чем в пять раз к уровню 2023 года. Около полутора миллиардов рублей направят на отдых Дети Арктики до 2026 года. Об этом заявили представители Минвостокразвития во время форума «Россия. Дом народов в Москве». В его рамках состоялось несколько важных стратегических сессий, посвященных семье и подрастающему поколению. Ну а на отдельной дискуссионной площадке эксперты обсудили и всестороннее развитие детей из Аполярья. Подробности в следующем материале. Школьники арктических зон с пятого по восьмой классы получат возможность бесплатно отдохнуть в южных городах и оздоровиться. С 2024 по 2026 годы на эти нужды планируется выделить по 500 миллионов рублей в год. Федеральная программа сможет охватить до 8 тысяч детей ежегодно. Такие цифры озвучили представители Минвостокразвития на форуме «Россия. Дом народов». Но на этом меры поддержки для семей Арктики не заканчиваются. Конечно же, возможности создания системы медицинского обслуживания. Детские больницы – это тоже один из приоритетов Совета Федерации. И какая бы сложная ситуация бюджетная ни была, то есть и Валентина Ивановна, и Совет Федерации целиком, мы всегда стоим за то, чтобы вот это детское здравоохранение, вопросы материнства и детства, они не секвестировались, а были профинансированы в полном объеме. Во время сессии, посвященной детям Арктики, эксперты делились своим опытом в реализации различных программ в регионах, а также говорили о тех мерах поддержки, которые дополнительно необходимо внедрять на северных территориях. Особого внимания заслуживает тема образования. Здесь на подмогу должны прийти современные технологии, дистанционное обучение, а также кочевые учителя. У вас в Якутии, я знаю, кочевое образование – одно из приоритетных вопросов в деятельности правительства. Есть федеральный институт родных языков, которые также выпускают сейчас учебную методическую литературу на языках коренных народов для школ Севера Сибири и Дальнего Востока. И у вас филиал Дальневосточный этого федерального института большую работу проводит в этом направлении. Сегодня важно не забывать не только родные языки, но и другие традиции. Например, песни, праздники, промыслы. Поделиться своим опытом в этой сфере на форум приехали представители Усьмайского района. Они рассказали, какие обычаи коренных малочисленных народов Севера сохраняются у нас в республике. Национальные праздники мы проводим. Это Венкийский национальный праздник Бакалдын, встречи лета, в конце мая проводится. И впервые в Усьмайском районе с 2019 года начали проводить праздник первого снега Синелген. Он посвящен молодым охотникам. Молодые охотники – это у нас и молодые воины. Не забыли на форуме и про экономическую поддержку жителей Заполярия. Так, за время работы программы «Арктический диктар» было предоставлено почти 5000 земельных участков. А улучшить свои жилищные условия по арктической ипотеке смогли 2300 семей. Максим Кордозу, Виктор Ольсов, Москва. Грузоподъемность на ледовых переправах и автоземниках федерального и регионального значения начнут снижать с 1 апреля. Ледовые переправы и автоземники центральных районов будут закрыты ориентировочно 15 апреля. Проезд по ним будет запрещен для всех видов транспорта. В арктических и северных районах закрытие ожидается 20-25 апреля. Для обеспечения безопасности дорожного движения, сохранности ледовых переправ и автоземников, Министерство транспорта настоятельно рекомендует не превышать разрешенную грузоподъемность и строго соблюдать требования установленных дорожных знаков. В районах Якутии обновится общественный транспорт. Глава Республики Айсен Николаев вручил ключи от 25 новых автобусов муниципальным образованием. В общей сложности на 400 миллионов рублей закуплено 53 автобуса для 17 районов. Тему продолжит Марферина Алексеева. Новый пассажирский транспорт получили 8 муниципальных образований на средства специального казначейского кредита, выданного решением президента страны Владимира Путина. Так новые автобусы отправятся в Амгинский, Верхнеколымский, Горный, Нерингринский, Сунтарский, Кобяйский, Алекминский районы. В числе новых автобусов 14 пас, 6 газелей и 5 кавс. Автобусы произведены в Павловском автомобильном, Курганском автобусном и Горьковском автомобильном заводах. Как отмечают главы и представители УЛУСов, событие долгожданное и значимое. В большинстве муниципалитетов маршрутный транспорт не обновлялся десятилетиями. Я встречался с населением города Алекминский, Алекминского района и остро стоял вопрос как раз по внутригородским автобусным перевозкам. Маршрутные перевозки не полностью обеспечены были. Вот с приходом пяти автобусов полностью этот вопрос будет решен. Вот приехали за новыми автобусами с Алекминского района. Автобусы давно ждали, очень теплые. Мало у нас их, ну недостаточно. Старые пазики уже советских таких годов. Вот сейчас получается вы получили и все, уже отправляетесь? Да, уже сегодня уже планируем ехать. Также новые автобусы пополнят подвижной состав пассажирского транспорта столицы республики и будут использоваться на межмуниципальных маршрутах. Автобусы подобной комплектации курсируют в Якутске уже на протяжении порядка двух лет. Как показывает практика, они проявили себя отлично. На качество перевозок это очень влияет. Это техника новая, то есть грубо по перевозкам мы идем почти со стопроцентным показателем. У них двойные полы, двойные стеклопакеты, более мощные печки. То есть автобусы теплые, хорошие вот эти современные. И то, что мы получали, как говорится, и два года назад, все соответствуют нашим условиям. В скором времени также состоится вручение ключей и еще 28 новых автобусов для 10 районов Якутии. Кроме того, около 50 автобусов республика закупила для города Якутска. Перевозчикам были выделены субсидии из регионального бюджета в размере 150 миллионов рублей. Сегодня закупили 53 и еще есть 45 автобусов для города Якутска по льготному лизингу, 15 из которых по большому счету уже пришли. Еще ждем 35 марки «Волгобас». Они должны приехать во втором квартале текущего года. В целом за последние 22 года, можно сказать, что за два года мы приобрели порядка более 200 автобусов. Напомним, в 2022 году, который был юбилейным для республики, по инициативе главы региона Айсена Николаева был реализован проект «100 автобусов к 100-летию ЯССР». Обновление парка позволило спустя десятилетия возобновить межмуниципальные автобусные перевозки. Так, общественный транспорт начал курсировать в Горный, Намский, Хангалавский и Чуропчинский районы. Марферин Алексеева, Джулустан Иннокентьев, Якутск. В Якутске стартовал трехмесячник по санитарной очистке города. Об изменениях в правилах благоустройства на территории города расскажет Вероника Таюрская. Под конец декабря 2023 года Якутской городской думой были внесены изменения в правила благоустройства территории города Якутска. Были увеличены расстояния до внешних границ прилегающих территорий. Так, для частных домов дистанция увеличилась до 10 метров. Для гаражей и гаражно-строительных кооперативов стало 20 метров. Для торговых объектов расстояние составляет 40 метров. А для нестационарных объектов торговли – 15 метров. Так, например, по МКД расстояниями прилегающих территорий стало 40 метров. Раньше было 2 метра. По торговым объектам, если это НТО, то стало 15 метров. Если это социальный объект, то стало 40 метров, а было 5 метров. Наша съемочная бригада поинтересовалась у жителей частных секторов столицы, знают ли они о изменениях в правилах благоустройства территории Якутска, а также как они вывозят снег с дворовых территорий. Как вы вывозите снег? Сами. То есть вы заказываете машину? Да. И вывозите, соответственно, уходы? Да, да. Якутская городская дума внесла поправки в правила о вывозе снега. Вы слышали об этом? Я телевизор новостей не слышу. Я не знаю, ни на сонках там денег у канавы выливают. Ну, чистый снег имеется в виду. А с мусором, мусор уехал, по-моему, на машине ввозят. В соответствии с правилами благоустройства запрещается выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц и проезд снег с чищаемость внутриквартальных, придомовых территорий, территорий хозяйствующих субъектов, объектов индивидуального жилищного строительства. Кроме этого, запрещено складировать снег с чищаемость территорий частных домов за пределами двора в неустановленных местах, в том числе на проезжей части улиц, тротуарах. За нарушение этих правил, этих требований, может насыпить административную ответственность по статье 6.25 КОАП Республики Саха и Якутия, штраф по которому может доходить до 1 миллиона рублей максимум. По этой статье, на принятии заторонять практику, то в прошлом году было составлено 37 протоколов за зимний период, то есть 22-го года, 23-го года, по которым наложен штраф на сумму 80-12 тысяч рублей. В этом году уже идет рост за зимний период этого года, то есть уже составлен 141 протокол, по которым наложен штраф уже на сумму 1 миллион 319 тысяч рублей. Весь убранный с улиц города, в том числе со дворов частного сектора чистый снег, должен вывозиться на специальный полигон по улице 50 лет Советской Армии. Место складирования снега и налеги с результатами лабораторных исследований, превышающими предельно допустимой концентрации, определено на городском полигоне по Вилюйскому тракту 9-й километр. Вероника Таюрская, Павел Пахомов, Семен Семенов, Якутск. 15 марта в России стартовало голосование за объекты благоустройства по программе формирования комфортной городской среды и национального проекта «Жилье и городская среда». В нем участвует 67 общественных пространств в 30 районах Якутии. Проголосовать за общественное пространство, которое будет благоустроено уже в следующем году, можно до 30 апреля. В нем могут принять участие жители России старше 14 лет. Благоустройство общественных пространств в стране по программе формирования комфортной городской среды началось в 2017 году. Всего было благоустроено более 11 тысяч объектов. Ну а в Якутске тем временем в этом году закончат работы по благоустройству набережной озера Сайсары. Основными точками притяжения, согласно проекту, будут территория спорткомплекса «Триумф» и «Сквер-матери». В районе «Триумфа» будет сооружена активная зона для занятия спортом, баскетбольная площадка, ну а в районе сквера планируют организовать зону отдыха с детской площадкой, малыми архитектурными формами, круглогодичным павильоном и озеленением. Вокруг озера появится непрерывная велодорожка, соорудят три пирса с лодочными станциями. На сегодняшний день ведутся работы по обсыпке и укреплению береговой зоны, оборудованию, пристани. Отмечу, что набережная вокруг озера Сайсары будет полностью благоустроена в течение нескольких этапов по шести участкам. Завершить работы планируется в октябре текущего года. На благоустройство озера из республиканского бюджета выделено около 390 миллионов рублей. Обустроен будет сквозной проезд, будем говорить так, транзитный проезд мимо «Триумфа» вдоль береговой линии озера. Для того, чтобы жители и гости города могли круглогодично, круглосуточно пользоваться круговым проходом по озеру. Не так, как сегодня, потому что сегодня «Триумф» является зоной тупиковой. И вот для обеспечения полностью транзита жителей мы будем там производить берегоукрепительные работы и, соответственно, благоустроим там также велодорожкой, тротуарными частью, ну и зонами отдыха, соответствующих проектам. В эти дни в республике начинается прием в учебные организации. Ежегодно с апреля начинается прием в дошкольные образовательные учреждения. Для этого будет подготовлено более 168 тысяч мест в более чем 745 учебных организациях. Особым правом поступления пользуются дети военнослужащих и участников специальной военной операции, а также те дети, у которых в этих школах учатся старший брат или сестра. С 20 июня откроются приемные комиссии колледжей и техникумов. Всего 6712 мест. В вузы республики принимаются заявки на поступление не позднее 20 июня. Это более 5000 мест. Кроме того, в августе традиционно пройдет и прием заявок на учреждения дополнительного образования, которых в Якутии насчитывается 176. Прием документов проводится на портале госуслуг через личный кабинет. В связи с переходом на электронный прием заявлений на государственные и муниципальные услуги необходимо активно пользоваться своим личным кабинетом в госуслугах, где вы можете выбрать для себя и образовательную организацию, и образовательные программы для будущего своих детей. В Якутске проводится первый республиканский конкурс талантливых мастеров, речиков по дереву из 10 районов республики. На конкурсе изготавливают уникальные работы. Каждый мастер в течение двух дней должен изготовить изделия, а также продемонстрировать высокий уровень мастерства. Подробности знает Даяна Федорова. Якутская скрипка «Калыгах-Крым» появляется старинным струнным смычковым инструментом. Без преувеличения «Кыл» вносит в мировую музыкальную культуру истинно якутские особенности самобытного звучания. Созданием инструмента на конкурсе занято несколько участников. В частности, единственная девушка Ксения Шамаева. Для того, чтобы звучала уникальная музыка вместо струн, используют волос конского хвоста или гривы. С 2020 года начала заниматься. Так как я поликлорист и работаю в детско-подростковом центре, учу детей, из-за нехватки инструментов я начала. Каждый из мастеров необычайно талантлив. В рамках конкурса специально для жителей Якутска развернули выставку, где представили изделия ручной работы, в том числе якутский лук. У нас ограничения. Нельзя использовать современные материалы. Поэтому им приходится очень сложно. Очень много изделий, к сожалению, прямо на конкурсе ломаются. Но лук изготовить – это очень трудоемкая работа. Несколько месяцев уходит. В уникальных работах якутских мастеров искусно переплетаются трепетно хранимые исконные традиции предков и современные инновационные подходы. По каждой номинации будет победитель у нас. И приходите, смотрите, дорогие зрители. Очень интересный конкурс. Тут и знакомятся друг с другом. Есть молодые мастера, есть уже маститы, известные мастера. Помимо высокого уровня мастерства, участники также должны продемонстрировать знания традиционных методов и проявить творчество, оригинальность, добавляя собственные элементы. Даяна Федорова, Павел Пахомов, Якутск. От истоков к вершинам осталось более ста дней до старта крупнейших соревнований, которые пройдут на исторической родине. Факел эстафеты огня восьмых международных игр Дети Азии презентовали в Якутске. Он изготовлен из сплава алюминия, выполнен в трех цветах, символизирующих богатую природу Якутии. Голубой цвет на факеле обозначает небо, зеленый – отражает тайгу, а белый – воздух. Он при этом достаточно легкий и удобный для передвижения факелоносцев. Его вес составляет около двух килограмм. В течение ста дней огонь игр преодолеет около 35 тысяч километров по всей республике. Напомню, зажжение огня состоится 19 марта у подножья национального парка «Ленские столбы». Эстафета для нас, для всех означает начало именно старта к большому событию. И для наших муниципалитетов это будет тоже свое участие, сопричастие к играм Дети Азии. Всего маршрут эстафеты составит по протяженности более 35 тысяч километров. В качестве факелоносцев примет участие более 500 наших заслуженных спортсменов. Помимо факела презентовали и экипировку эстафеты огня. Зимний, весенний и летний комплекты. Практичность и удобство – главный параметр этой одежды. Форма организаторов эстафеты выполнена в синем цвете в сочетании с голубыми элементами. На куртке белым цветом нанесены плавные линии, повторяющие очертания пера священной птицы для якутян – стерха. Комплект хранителей огня выполнен в голубом цвете в сочетании с синими элементами. Белые линии также повторяют очертания пера стерха. Ну а экипировка факелоносцев выполнена в оранжевом цвете со светло-серыми элементами. При этом все предметы одежды созданы из износоустойчивых материалов, учитывающие климатические особенности. То, что касается участников, на сегодняшний день подтверждение получено от 14 стран. Также в работе у нас порядка 20 стран по оформлению заявки для подачи. Беждународным комитетам на прошлой неделе было принято решение о продлении заявочной кампании, так как в ряде стран проводятся отборочные турниры и по количественному составу идет определение до 1 апреля. Такое видели минувшую неделю наши корреспонденты. Вы смотрели итоговую программу «Якутия день за днем». Мы и дальше продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в дальнейших эфирах. Редактор субтитров А.Семкин